Если вы чувствуете, что закон подлости работает в вашей жизни постоянно, чувствуете, никакой удачи нет, все плохо, всегда вот по самому плохому сценарию все развивается, это значит, что нужно совершать пожертвования. Если вы чувствуете, что не хватает чего-то в жизни, чтобы дало силы, там парень полюбил, раз, другая увела, на работу вроде устроился, не взяли, но что-то не хватает, вроде бы все нормально, раз, осечка, раз, осечка, значит, иди и жертвуй. Жертвуй пищу нищим, жертвуй денежки в храм, жертвуй животным покушать, желай всем счастья, это тоже пожертвование, живи, жертвуя что-то. Если ты ничего не жертвуешь, значит, удачи в твоей жизни не будет. Удача приходит к тому, кто жертвует. Жертвовать означает отрывать от себя родимого. Отрывать. Понимаете? От себя родного что-то оторвать надо, тогда удача будет приходить. Если человек учится быть честным во всем, допустим, люди часто говорят, Олег Геннадьевич, мы разошлись. Когда человек бросает кого-то, близкого человека, он говорит, мы разошлись. А когда его бросают, он говорит, меня бросили. Это называется нечестность. Когда человек честным становится, он становится проницательным. Если вы хотите чувствовать события, понимать, что происходит, станьте честным. Честным означает, надо признаваться, что на самом деле, а не что ты хочешь. Бросил так, скажи себе. Бросил, хотя это тяжело. Нагрубил, разозлился, скажи, нагрубил, разозлился. Плохо что-то сделал, признайся себе в этом. Если признаешься, не поймешь, что происходит. Проницательность теряется у тех, кто себя что-то там выдумывает, оправдывает себя. Пытается доказать себе, что я хороший. Бог же не против того, что ты хороший. Он просто тебе говорит правду. Говорит, вот так он не о тебе, а о ситуации говорит. Вот в этой ситуации ты поступил плохо. Бог в сердце, совесть говорит. Прими это. Он не то, что ты плохой. Он не говорит тебе, что ты плохой. Просто вот ты здесь плохо поступил. Прими это. Человек принимает, проницательность усиливается. Не хочет принимать, становится слепым. Все. Такая система. Если вы по жизни должны стать старшим, если вы должны стать отцом, матерью, руководителем, любым старшим, то человеку нужно только одно качество, чтобы Бог позволил быть старшим. Это сострадание. Что такое сострадание? Означает позволь людям ошибаться, быть глупыми, вести себя неправильно и делать ошибки. Позволь им. Вот допустим, мать ко мне подходит и говорит, Олег Геннадьевич, ору на своего ребенка постоянно, кричу. Сама себе не рада. Я говорю, есть только одна причина. Она говорит, какая причина? Ты не позволяешь ему быть глупым. Считаешь его умнее, лучше, чем он есть на самом деле. Значит, ты старшим никогда не будешь. Дай человеку возможность быть глупым. Это хорошо, это нормально. Вот допустим, собака гавкает, вы же не возмущаетесь? Она глупая. Мы принимаем это, да? Но когда, допустим, мой близкий человек тупит, мы начинаем злиться, кричать. А что ты кричишь, злишься? Человек глупый, не понимает это. Это нормально. Каждый человек имеет право быть глупым. Если человек, допустим, неправильно что-то понимает, сострадание означает, что нормально к этому относиться. Сострадание нормальное. Каждый человек имеет право быть глупым. Каждый человек. И ты в том числе. Бог тебе тоже тогда даст старших, если ты людям позволяешь ошибаться, делать глупости. Бог тебе даст тоже старших, Он тебе покажет твои глупости старших. У меня один очень возвышенный человек, он применил меня к себе и говорит, как у тебя дела, как ты людям знания даешь. Я говорю, все хорошо, все слушают, все довольны, все развивается. Он такой посмотрел на меня и говорит, у тебя все получается, значит. Я говорю, да, все получается, спасибо, все классно. Такой смотрит на меня внимательно, очень внимательно, по-доброму, такой добрый взгляд и говорит, а знаешь, почему у тебя все получается? Я говорю, почему? Он говорит, потому что ты из ангелов пришел на землю, из ангелов. У тебя божественная чистота есть внутри. Я такой, смотри на него, не пойму, чему он клонит. Он говорит, а я, говорит, пришел из ада сюда на землю, из ада. Говорит, и у меня только одни грехи внутри, такая грязь, поэтому дай мне немножко чистоты. Помоги мне. Это, ну, у меня есть духовный учитель, а есть его друг. Это его друг, который, как бы, и я, я, когда он начал так говорить, я понял, что он меня просто вот, ну, вывернул наизнанку всего. Я-то знаю, что это за человек, то есть он просто стеклянный, чистый, понимаете, и он говорит, я грешник, говорит, я из ада пришел. А ты ангел, поэтому у тебя все получается. Он меня так научил просто, вообще, потрясающе. И при этом он по-доброму очень говорил. Он со мной шутил, он говорил по-доброму, шутил, потом он еще со своим другом, они вместе в другой раз были, и я подошел к ним, и он своему другу говорит, видишь, вот этот человек очень возвышенный, мы должны у него учиться. Нормально. Получил дозу, переваривай. По-доброму очень. Ну, это трудно понять. Надо обидеться. То есть я понял, что у меня там внутри стока грязи, то есть я понял эту греховность всю свою, вот эту вот, рядом с этим человеком. Потому что он не злился на меня, не смеялся надо мной, он просто меня обучал. Очень по-доброму обучал. Он говорил по-доброму, тот смеется, второй стоит, улыбается. Он не со злобой смеялся, а просто улыбается, ему смешно смотрит, на меня смеется. Я не знаю, что мне отвечать. Они оба стоят, улыбаются такие, довольные. Смиренно вот так стоят. Они старшие для меня, понимаете? Вот так вот смиренно стоят. Я такой, а-а-а, не знаю, что мне делать. Очень полезные. Эти вещи очень полезные. Они на всю жизнь запоминаются, они очень полезные. И это дает человеку развитие внутреннее, хорошее развитие. Потом на всю жизнь будешь помнить, как старшие тебя воспитывают, чтобы потом так же воспитывать и других, не быть слишком высоко, не взлетать слишком высоко. И это дает человеку.